Определение Семенковского предела, предел сделящийся бесконечности, количества элементов последовательности штаба права непревосходящих x. Ну, тут я могу разделить на 2 в степени n, потому что количество элементов 2 в степени n плюс 1. Давайте зададим с какими-то простейшими вопросами, чему равняется вопрос от нуля, я думаю, вы все понимаете, ответить нужно будет по существу. Нулю. Прекрасно. Чему равняется вопрос от единицы? Единица. Ну, я вижу молодое понимание. Чему равняется вопрос от одной второй? Одной второй. Давайте я, на самом деле, это все частное проявление некоторого общего факта. Понимаете, в чем дело? Если у нас fm, это есть последовательность, как она у нас записывалась? С 0, тогда cn0 меньше cn1 равен 1n, то даже cnj меньше cnj плюс 1. Но на самом деле, я сформулирую это в качестве утверждения, что вопрос от cnj, это есть просто-напросто жив, разделит на 2 степени по достаточно понятным причинам. Непонятно. Ну, сейчас я объясню. Давайте мы рассмотрим для вот эту функцию, которая стоит под знаком предела. Назовем ее, скажем, f с индексом n от x, да? И давайте мы поймем, чему равняется fn от cnj. То есть это вопрос на осознание просто определений тех причинств, на которых мы работаем. Сколько элементов последовательности? Сколько элементов последовательности? g плюс 1. Вот именно наши нерви не превосходящих. g два элемента. g плюс 1. g плюс 1. Потому что количество элементов g плюс 1. Да. Разделить нам в 2 степени. Ну да, на этом шаге да. А что происходит дальше? Давайте вдумаемся в процесс. Вот мы хотим вот в точке xi и nj посчитать значение функции. Вот у нас fn. Как получается следующее? Следующее мы добавляем здесь медианты. То есть при добавлении медианты. То есть при добавлении медианты количество чисел, которые мы учитываем, ну грубо говоря увеличивается двое, не превосходящих вот этого xnj. А общее количество тоже, грубо говоря, увеличивается двое. То есть добавляется g точек или? Добавляется на одну меньшую точку. Тут у нас g точек, да. А добавляется g точек. Да, потому что отрезков на один меньшую. Поэтому количество будет 2g плюс 1. А делить надо на 2n плюс 1. Потому что... Надо всех нн плюс 1, я понял, да. Потому что по определению там надо на 2n плюс 1. А если мы добавим дальше, то тут вот это тоже удвоится и это удвоится. И в пределе как раз получится мы это делаем. То есть у нас это плюс 1 все время будет оставаться, но тогда ответ будет все-таки житель. Все-таки да, тогда. Все-таки ответ я был прав с самого начала. Да, то есть во время доказательства. Вот это вот во время доказательства вот здесь вот житель плюс 1 присутствует, да. Но вот умножать на 2 вот только вот этого житель. Да, понятно. Второе слагаемое остается все время единица, а здесь все время визор возрастает степени двойки. Значит будет житель относительно. Понял. Поэтому мы знаем, почему равняется функция Яковского в житом, в житой точке n непосредственности. Ну поскольку кси, вот это одна вторая кси, что у нас такое? Один. Один. Правильно? Вот это соответствует. n равно единица, и ж равно единица. Это первый элемент, первая посредственность. Значит вот то, что здесь одна вторая, оно согласуется с той общей формой, которую мы сейчас установим. Ну и можно так понять, в какой точке она равна 1, 4, 3, 4. Это все понятно, да. Ну, например, вопрос, например, вопрос 1 и 3. В рациональной точке это двоичное рациональное число. А что? В рациональной точке это двоичное рациональное число. Так. В любой рациональной точке двоичное рациональное число. То есть она заодно устанавливает взаимоднозначные соответствия между положительными национальными и двоичными числами. Отлично. Я думаю, что эта функция была открыта, переоткрыта несколькими математиками, именно как устанавливающиеся между двоичными числами и национальными числами это соответствие.